Эти темы, которые были подняты, они были, ну, как-то людей сколыхнули, и пошла такая вот определенная волна. То есть люди стали, по крайней мере, говорить об этом, что есть такие вопросы, что мы должны не молчать об этом. Во-первых, поднимать и объединяться в их решении. То есть решение того, как прийти к обществу не к потребительскому, а к созидательному. То есть есть у нас такой сейчас момент, что люди любят и потреблять, то есть все мне, дайте мне, да, а но сами при этом не создают, не созидают, не думают о том, чтобы помочь кому-то другому. И вот все-таки как же прийти, какими действиями, какими путями нам прийти к созидательному обществу, чтобы для людей было важно внутреннее вот их составляющее, да, чтобы они творили, а не потребляли. Как вы правильно сказали. Ключевое слово было творение. Мы творцы, как творец, но по образу и подобию. Поэтому наша задача отдавать. Творец отдает. Он созидает что-то, все остальные любуются и говорят, как красиво. И наполняется любовью. Все люди должны что-то отдавать. Десятину отдавать, любовь отдавать, картины отдавать, что-то. И тогда будет все по-другому работать. Просто поговорить. Это ни о чем. Нужно что-то делать. Что-то должен человек творить. Это ключевой момент. В принципе, ну везде, кто занимается какими-нибудь серьезными изучениями вот этих духовных практик, каких-то вот тайных, интересных, необычных составляющих, как же человек устроен, как Вселенная, он понимает, что человек должен творить. И это является ключом. Если он не творит, а просто говорит, он деградирует. По-другому никак. Поэтому вы хорошо сделали, что вы собрались. Вы столкнули людей с места. Но нужно дальше делать. Нужно их заставить что-то сотворить. Сделать какой-то плод. И его наполнить. И начинать, чтобы он растил. Надо посадить его в землю. И чтобы выросло дерево, дуб. И чтобы это вот дало плоды и т.д. и т.п. Вот так должно быть. А по-другому ничего работать не будет. И люди действительно увидели в вас зерно. Что вы что-то делаете то, что другие не говорят. И вы делаете это чистого сердца. Вы бескорыстно это делаете. Вы не посетили бы цели там заработать. Это тоже подкупает. Но нужно шагать. Нельзя останавливаться. Потому что человек может перегореть. Вот у вас интересовала игрушка. Потом и перегорел. Уже на другую перешел. Так и люди. Поэтому, конечно, нужно поддерживать. И двигаться. Не раз в год. А я бы сказал, раз в три месяца. Вот такие конференции делать. И тогда волна создастся. Именно нужно создать волну. И люди должны видеть остальные, что все, которые транслируют и говорят, они делают это искренне. Если они делают это с какой-то целью, это заметно. Все это понимают. Если они искренне хотят помочь всем. Помочь решить вопросы там насилия, там коррупции. Они видят, что вот это все не работает, что вот это все рушится. А кто-то говорит, а я его знаю как. А скажи как. Ой, действительно здорово. Давайте так сделаем. И поэтому, я к чему это все планю. Надо иметь механизмы. Нужно понимать, как это сделать. А для этого должно быть знание. Люди не имеют знания. Вот это проблема. Я назвал ключевое слово любовь. Любовь это просто всем понятное слово. Но его никто не может объяснить. Оно не имеет никакого такого физического, материального действия. То есть мы понимаем, что широта, высота, глубина, вот мы предмет понимаем, мы можем описать. Любовь мы описать не можем. Это то, что не имеет границ. Мы называем это вучи. Вучи очень древнее слово. Оно сейчас мало известно, мало используется. И вучи дословно переводится без границ. Не имеющая границ. То, что нельзя описать. Если мы начинаем говорить о вучи, то мы делаем ошибку. Мы не можем его описать. Начиная его описывать, мы уже конфликтуем с этим понятием. Если мы говорим, объясните, что такое вучи, я должен помолчать. Это значит, я нахожусь в состоянии вучи. Так как я могу описать, если я молчу? Если вы пришли на концерты, там кто-то играет на скрипке, вы молчите. Вы в состоянии вучи. Это состояние, в которое человек входит, и он выражает своим внутренним ощущением, телом. У него внутри сердцебиение, у него кровообращение, розовые щечки появляются. Вот это состояние вучи. И секрет заключается в том, что даосские практики позволяют человеку познать вучи. Познать вучи. Не используя ум и слова. То есть, ошибка людей заключается в том, что мы пытаемся понять умом. Невозможно понять умом то, что им не имеет границ. Ум, он трехмерен. Члена, высота, долгота. Ему нужно объем. Ему нужно понимать, о, я вижу. И начинает его описывать. А все остальное, что не имеет границ, мы понимаем телом, сердцем, изнутри. На внутреннем каком-то таком ощущении, которое человек не может описать. Это как вселенная. Вот опишите вселенную. Что такое галактика? Ну, что-то такое большое, не имеющее границ. Это вучи. Опишите, что такое любовь. Это вучи. Опишите, что такое игра на гитаре или там на скрипке. Ну, как можно описать? Ну, это вот что-то вот. Ну, вот я вот любовался. Это вот прям, ну, не может описать. Просто какие-то эмоции. И я хочу сказать о том, чтобы люди понимали, что есть техники, которые позволяют вам познать вучи. Вучи находится любовь, которая является ключом для открывания сознания человека и как бы раскрывания своих границ. А, я понимаю. А я черно-белого смотрел. А тут оказывается цветное. Каким способом мы это делаем? Мы делаем это, используя тело. Тело. Тело имеет свой ум. Есть ум, который люди понимают, что вот в голове есть ум. И он материален. Его задача – деньги, предметы, физика. То есть, то, что мы глазами видим и ощущаем. А тело имеет свой внутренний ум на уровне клеточного. В каждой клетке имеется свой ум, свой глаз. И мы можем как бы и рукой, и ногой, и сердцем видеть и слышать то, что невозможно описать умом. То есть, мы не можем умом описать то, что видит палец или нога. И вот эти два ума, их надо разделить. Вопрос, как же нам достать из тела вот это знание, которое у нас там находится? И оказывается, что все, что находится внутри тела, оно сохранено от всех ваших площадок жизни. То есть, тысячу лет вы уже существуете на планете Земля. Десять-пятнадцать раз вы уже перерождались. И вся память прошлых жизней находится внутри вас. На уровне клетки, внутри ума, тела. То есть, вы, например, имеете тот же нос, который имела ваша пра-пра-пра-пра-пра-бабушка. То есть, тело помнит, каким было пра-пра-пра-бабушка, а вы не помните. Потому что вы даже не помните, что было позавчера, где вы поставили машину. Ум очень короткий. А тело помнит все, что было тысячу лет назад. И вот, даосы нашли способ достать технику, знание, информацию, понимание о том, что с нами происходит, и кто мы, и что вообще здесь, где мы находимся. А, планета Земля. И оказывается, мы такие гениальные, идеальные, идеально гениальные, по образу и подобию, как творцы. Но мы не понимаем, как с этим работать. Потому что мы все оцениваем на ум, не ума. И даосы сделали очень интересный шаг. Они создали техники для тела, которые открывают тело, и вы чувствуете, ощущаете то, что раньше не понимали. И подменяете это ваш ум. То есть, как бы, создаете еще одного уя, который понимает все, не то, что знает ваш ум. И у вас получается двоя. Это не шефсофрение, это такая техника. И секрет заключается в том, что благодаря вот этой методике вы меняете вообще концепцию понимания мировоззрения в принципе. В чем секрет? Люди живут сегодня по принципу борьбы добра и зла. Все люди сейчас находятся типа на ринге. Как будто ведут сражения на выживание. То есть, все, как бы, состояния плюс-минус, и не я, и мужчина, и женщина. Это один способ существования человечества. Другой способ существования человечества по концепции любви. Нет борьбы и зла. Все есть любовь. Все есть лучи. Нет границ, без границ. Нельзя сказать, это хорошо или плохо. Все, что делается для вас, это для того, чтобы вы познали себя. То есть, совершенно другой принцип понимания мировоззрения в принципе. И вот если человек понимает, что такое вучи и любовь, это как бы концепция, противоположная к сегодняшнему мировоззрению борьбы добра и зла. Даосы знали об этом еще две тысячи лет назад. И обратите внимание, все знают, что даосы – это долгожители. Люди жили по пятьсот лет, по тысячу лет. Как? Благодаря чему? Любовь. Мы все знаем, что любовь, все знают, что любовь – она сила, которая делает чудо. Сказку откроете? Поцеловал, любовь подарил. Успеящая красавица проспозь. Любовь позволяет сделать чудо. Иисус говорит – любви, любовь. Значит, нужно изменить себя, познать, что такое любовь, и открыть какой-то шарнирчик, шарик внутри себя, и изменить свое сознание, стать осознанным. И для этого мы используем технику для тела. То есть, есть специальные упражнения физические, типа суставная, дыхательная, здравительная гимнастия, которая вас так чик открывает. То есть, не надо человеку говорить – думай вот так, разговаривай вот так, молись вот так. То есть, человек чаще всего уйдет от ума, логикой. Это ошибочный путь, потому что он все время заходит в тупик, у него нету знания. Но если человек идет от понимания своего тела, то внутри него раскрывается знание, которое глубинное, тысячелетнее. и ум, видя, что это и есть истина, он допускает тело к изменению своего мировоззрения. То есть, ума какое-то есть мировоззрение. Он считает, что надо так, 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 по правилам. Я читал, мне кто-то сказал, я знаю, что так можно, так нельзя. И все так живут. Но тут ум видит, что внутри что-то произошло. И вы открыли, как бы, дверь, в которой какие-то знания, которые очень гармоничные, очень интересные. И уму предлагают жить не 90 лет, не 60 лет, а тысячу лет. Ну, как интересно. И ум пускает эти знания, и вы становитесь просветленными. Вы, то есть, транслируете то, что другие не понимают. И самое главное, что все становится, как бы, гармонично. Все понимаем. То есть, мастер Вучи может, там, например, ручку протянуть, там, птичка свела, цветочек подошел, прикоснулся, воп, рассвел. То есть, а как он это делает? Это Вучи. Без границ. Нет границ. Он дарит любовь везде, всюду. Он излучает, он солнце. Вот это состояние любви, которое должно быть отсюда, изнутри, от души и духа. Многих людей даже нет понимания, чем отличаются душа и дух. Что такое сознание, подсознание. Каким способом идет даосские практики? Первое. Люди приходят, и мы даем технику для тела. Техника для тела. Суставная гимнастика, силовая гимнастика, формирование связок сухожилиев, мышц, костей. То есть, восстанавливаем тело, чтобы позвоночник был на месте, чтобы тело было связано. Гармонизация именно координации. Верхая, нижняя, ливая, правая часть. Все сбалансировано. То есть, красиво двигается. Все красиво делается. Все правильно по телу. Второе. Мы даем дыхательную практику. Дыхание – это энергия. То есть, разные способы дыхания. Дох, выдох. Дох, выдох. Преобранник. Туда, сюда. То есть, разные. Деформальное, обратное, прямое. Разные способы дыхания. Потому что дыхание – это ключ к энергии. То есть, человек к концу дня устает. Фу, как я устал. То у него дыхание неправильное. Он не получает энергию правильную. Заблокировано. Дыхание блокируется через страхи. Стресс, страх. Долго, выдох. И перекрыло. И человек уже не имеет столько энергии, сколько ему должно уйти. То есть, все это направлено на то, чтобы мы получали нужное количество энергии. Энергии мы получаем с разных источников. Питание, дыхание, род, отношения, любование красоты прекрасного, взаимодействие с царством природы, растений, животных. Это все энергии, которые мы получаем. И когда мы это все внутри себя гармонизируем, соединяем и понимаем, а понимаем мы не умом, а телом, все сразу становится на свои места. Повторяюсь. Тело гармонизируем, дыхание гармонизируем и потом сознание. Тело, дыхание, сознание. В каждом из этих слонов раскрывается, как цветок, разное состояние. Пять элементов в теле. Сознание, подсознание, сверхсознание, предсознание. Что это такое? Как с ним играться? Дыхание. Разные виды дыхания. Вода, огонь, металл. Все это соединяется в одно целое, но это все работа с телом. Там не присутствует никакой логики ума. То есть там нету дважды два четыре. Ум не используется как логический. И когда человек следует вот такому принципу, тело, дыхание, сознание потом соединяет. В практике, в упражнениях, в движениях происходит что-то такое, чик, оп, я понял. И даже трудно объяснять, как это произошло. Это как будто вас осенило. Как будто пришло что-то такое изнутри. А, я понимаю, как все работает. Все, все, все понятно. И у всех по-разному. Нельзя сказать, что именно вот так и только так. Вершина одна, но пути много. Вершина – это любовь. Любовь для нас – это вучи. Это мы так называем, чтобы как-то человеку обозначить. Хотя это неправильно. Я с этого начал. То есть, состояние в вучи невозможно писать. Мы сидим, молчим – мы вучи. Мы слушаем музыку – это вучи. Мы там смотрим на танцоров вальмонтанцев, любуемся красотой и движения – это вучи. То есть, невозможно писать. И когда человек понимает состояние вучи, он осознан. Осознанный человек – это значит, он подключает дух. Важно понимать, что такое душа, что такое дух и как они работают. Как мы, используя душу и дух, можем поддерживать свое тело. Тело, душа, дух. Опять три дня начала. То, что я говорил. Тело, дыхание, сознание. Это комплект. Во всех вероисповеданиях, во всех концепциях, во всех мирозрениях существует практически одно и то же. Просто по-разному это все говорится. И каждый мастер говорит так, как хочет достучаться за человека. Возможно, я говорю для кого-то непонятно. Возможно, я пытаюсь импровизировать и говорить образно. Просто для того, чтобы достучаться до понимания, что я хочу сказать. Потому что нет такого текста, который вы еще вновь прочитали, и все поняли. Такого не существует. Потому что это состояние без границ. Границ нет. Любовь невозможно писать. Можно создать 10 институтов, и никто не опишет, и не выделит 5 строчек, что любовь – это. Можно сказать, что медитация – это любовь. Вучи – это любовь. Театр – это любовь. То есть, папа, мама, дети – это любовь. Может быть, мужчина, женщина с сексом занимается, и кто скажет, что это любовь – это не любовь. Понимаете? То есть, понятия такой степени изменены, и, так сказать, у людей на сегодняшний день искажены, что люди запутались. И каждый друг друга переговаривали, не понимая об этом что. И еще больше запутывают. И это и есть проблема. То есть, люди находятся в тупике, они запутались. То есть, так все-таки, это что такое любовь? А что такое душа? А что такое дух? А что там, в школе учат об этом? В институте? Нет. Потому что это как бы не принято, как бы, это же совсем как бы, это же нельзя знать людям. Почему? Почему? А почему? А потому что они станут свободными, они станут творцами. Понимаете? Секрет заключается в том, когда человек разбирается в этих вещах, он свободен, он открыт, он все понимает, ему все понятно. И он творит. Он творит свою жизнь, как хочет. Он что хочет, то и делает, потому что, как это работает, он механизм знает. И у него все хорошо. Он радостный, он счастлив. Все зацикленные, все такие зажатые, все у них так плохо. И то нет, и то нет, и все, денег нет, и квартиры нет. И ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Один другому ду-ду-ду-ду-ду, и вот эта волна, и все, плохо, плохо. От этого надо уходить. Это не концепция именно о любви. Получается, люди гонят за внешним счастьем каким-то, да? То есть за внешним... И думая, что... От ума. Да, от ума, что какие-то внешние обладания какими-то предметами, квартирами, даже обладания людьми, допустим, да? То есть у меня же такое понимает, понятие, что у меня там будет джинами мужа, я буду счастлив. Это моя собственность. Да, это моя собственная езда. Получается, что подменено поиск счастья во внешнем, хотя оно на самом деле внутри получается. И вот это понимание внутреннего счастья, раскрытие этого, в каждом есть получается вот это зернышко любви. Только оно как бы спящее получается. Вот о чем мы говорили в прошлом интервью, что людям надо раскрыться в этом любви. То есть в себе, по сути, взращивать вот эту вот любовь и не в материальную составляющую, которая хочет все время чего-то, которое потребляет, да, а вот именно внутреннюю составляющую, которая есть в каждом человеку божественная искра, вот эту, да, ее как бы взращивать, развивать, каким образом? Вот мне кажется, что если люди будут это развивать в себе, да, то тогда будет объединение между людьми, то есть будет любовь вот эта внутри каждого человека больше и больше становиться, и она объединит всех людей. Как вы к этому относитесь? Все правильно, сказал я. Все правильно. Вопрос только в одном. Люди не знают, каким образом им это развивать, потому что они не понимают, что такое любовь. Это то, что я пытаюсь преподнести. Вот то, что вы сказали, скажет любой. Он понимает, что есть что-то такое, что называется любовь, что это объединение, что это супер, все это классно. Если у меня будет любовь, у меня будет счастье, радость, успех. Но вот тут он возвращается. А что же такое любовь? И как мне ее найти? И он ее пытается найти от ума. То есть ссылаясь на то, что вот, как же это вот логически так объяснить-то? Да не здесь любовь-то, она здесь. Вот видите, вот голова, вот тело, она в теле, но не в голове. Голова это отдельно, тело отдельно. Это разные совершенно вещи. И для того, чтобы познать любовь, что мы делаем? Мы даем ребенка на танцы, на кунг-фу, на тай-чи. То есть он делает что-то телом. Танцует, плавает, что-то телом делает для того, чтобы тело открыть. То есть так работает механизм. То есть если люди думают, что вот он сидит и ничего не делает, и думает о любви, он поймет любовь. Не поймет он любовь. Это тупик. То есть вот это самое важное, что нужно понять. И еще проблема в том, что человек его не испытывал по-настоящему, а его подменял. Он думал, что это любовь. Но он же его никогда не щупал. Это то же самое, что вы никогда не видели яблоко. И он говорит, ну яблоко это такое круглое. И вы представляете, что это апельсин или еще что-то. И вы его никогда не видели и не понимали. Любовь это как будто, вы знаете, вы внутри себя имеете свет. И люди замечают, что этот человек, он действительно излучает свет. Снимительность так говорить. Он как бы что-то транслирует то, что вот я не понимал. А тут он сказал, ну как интересно, скажите еще что-нибудь. Может я еще что-то пойму? Вот это такое состояние. Другое представление о любви. Я сейчас скажу такую вещь, которую, может быть, люди не понимают. Все понимают, что такое, ну думают, что понимают, что такое время. И считают, что есть время прошлое, будущее, настоящее. Нету прошлое, будущее, настоящее. Это туман. Это человек так себе создал в голове, чтобы как-то распределять какие-то свои действия. У ребенка в возрасте годика, у него нету прошлого, будущего, настоящее, скажи, ему завтра или через час, он не будет понимать, о чем идет речь. Время не существует. Вот у детей время не существует. Это сравнение очень понятное. Время это четвертое измерение. То есть, есть у нас физическое тело, эфирное, астральное, ментальное, и потом время. Это и есть любовь. Любовь есть время. Если человек говорит, что давай быстрее, у меня нет времени. Это он говорит, давай быстрее, у меня нет любви. То есть, если человек не контролирует время, и он не понимает, как с ним взаимодействовать, и не ощущает его, значит, он не имеет любви. То есть, вот таким понятием можно заменить. Может быть, это человеку будет более понятно. Потому что у него есть сравнение с понятием времени. Он его каким-то образом касался. То есть, если вы наполнены любовью, то вы в течение дня успеваете столько и делаете вещей, что раньше не успевали за месяц делать. И именно в время четвертое измерение, любовь, это и состояние, я в прошлый раз говорил, ангела. Ангел это человек, который, это состояние, в котором мы находимся вне времени. Мы как будто бы не можем его ощутить. То есть, вы разговариваете с любимым человеком вдохновенно, вот с подругой, прям в любви. Ой, сколько времени прошло? Мы два часа разговариваем. А вроде пять минут. Вот это состояние, когда вы вошли в четвертое измерение, любовь, в учи. Вот это все, вот это состояние. И это не говорит о том, что люди должны быть вот все время в таком состоянии. Они должны туда входить и выходить. Человек не может быть в состоянии ангела постоянно, потому что он в теле, он физически. И мы должны в этом состоянии находиться в какое-то время, потому что мы не готовы. Мы не можем находиться в этом постоянно, иначе мы разрушим свое тело. То есть, когда мы умираем, мы становимся ангелами. То есть, если вы хотите находиться в свое время ангелом, то надо умереть, уйти из этого тела. Но мы же хотим в этом теле прожить какое-то время. Значит, мы должны найти вот эту грань. Грань понимания тела человека и ангела любви. И как с этим играться. Это и есть в учении. И самое интересное, что люди поражают для этого, есть физические упражнения. Они даже не подразумевали, что есть упражнения, которые это помогут понять. Потому что секрет находится в теле, не в голове. Понимаете? Вы не понимаете? Понимаю. То есть, есть какое-то упражнение, которое вы делаете, и вы понимаете время. И вы его контролируете, управляете, и с ним играетесь. Вы понимаете еще раз свою любовь. Это упражнение, в котором соединено движение, дыхание и сознание. Комплект. Три в одном. Именно комплект. Но человек не знает, как дышать. Человек не знает, что такое сознание. И вообще не понимает, как это все соединить. И где тут душа и дух. И поэтому ему необходимо знание. Есть мастера, которые это объясняют. То есть, просто знание. Раз, два, три, четыре. А, я понял. И понимание идет именно, используя тело и ум. Поэтому мне очень сложно объяснить то, что необъяснимо умом. Я пытаюсь приводить очень образные примеры. На самом деле, все не так, как я сейчас проговариваю. Сложность в этом заключается. Дыхание. Легкие. Это тренажер, который мы носим с собой. Это то же самое, что вы купили велосипед. Идете к другу, поставили велосипед на плечо и понесли. Пришли к другу, пошли полчаса. Друг говорит, слушай, на нем можно ездить. Как ездить? Вот садись и педалью, накрутишь, оп, за пять минут до меня. То есть, ему объяснили, как использовать вот этот тренажер, велосипед. У нас есть тренажер, легкий. И люди не понимают, как его использовать. То есть, есть дыхание. Это тренажер, который можно использовать для того, чтобы все происходило быстро. Дыхание позволяет управлять временем. Соответственно, любовью. Дыхание является ключом. То есть, если у вас есть локомотив и нет электричества, чтобы ехать, то есть нет дыхания. Есть тело, локомотив, есть сознание. Между ними электричество. Это дыхание, энергия. И вот с дыханием нужно научиться работать. Человек думает, что он дышит и дышит. Типа, ну я же дышу. Он не понимает, что его дыхание заблокировано. Оно не приносит ему тот результат, который он должен приносить. Да то, для чего он предназначен. Когда человек говорит, что я просто дышу, он не понимает, что он просто носит этот тренажер с собой. То есть, легкие у нас как вода, как огонь. То есть, оно все время находится в состоянии как бы желеобразного движения. В зависимости от того, что мы видим, легкие наши двигаются. То есть, мы условно говоря, идем, видим, самолет полетел, хоп, ребра приподнялись. Хоп, кухня, хоп, живот пошел вперед. Там люди целуются, грудь приподнялась. То есть, в зависимости от того, что мы видим и осознаем, легкие начинают двигаться. Это хорошо, это супер. Когда оно в соответствии с того, что мы ощущаем и видим, чувствуем, создается движение автоматически, бессознательно. Но чаще всего у людей дыхание связано, сблокировано. Оно неправильно. Потому что у человека есть страх, злость, огнев, нерезь для дыни, обиды. То есть, у него в течение жизни проходит стресс, который дыхание... Представьте, когда вы испугались собаку, сразу дыхание перекрывается. И оно действительно, на самом деле, какие-то зоны блокирует. Человек выходит из этого состояния, он не понимает, что дыхание осталось в том же состоянии. И он не получает той энергии, которую должен получать. Нужно объяснить, показать, логикой человек понимает и начинает делать дыхание. То есть, дыхательная гимнастика – это ключ. Ключ к пониманию сознания. Неотъемлемая часть всей вот этой концепции. Концепция любви, получения радости и счастья заключается в том, чтобы мы сгармонизировали тело с помощью упражнений, дыхания, с помощью разных способов дыхания и понимания сознания. Что такое сознание? Сознание – это там, где у нас находится внимание. То есть, если вы сейчас смотрите на меня, вы осознаете, что я – это я. Если вы закрываете глаза, вы меня не видите во сне, вы не находитесь в сознании, когда глаза закрыты. То есть, через глаза у нас понимание, и там же у нас сознание. Но есть еще подсознание, сверхсознание и предсознание. И вот между ними игра. И люди практически не понимают между ними отличия. Если человек понимает, как они работают, у него сразу меняется все, все, все меняется в его окружении. Он становится осознанным, понимающим. Он может взять информацию из подсознания, из сверхсознания. Он может расширяться на предсознание. И вот это тоже есть знания, которые преподаются в классах. И когда человек их изучает, у него как бы устраивается, ну, понимание. Просто поговорить – это мало. Надо показать. Когда показываешь, человеку проще. Когда двигается тело, и он ощущает, как это работает, у него понималка по-другому срабатывает. Поэтому чаще всего в учи, в кунг-фу преподается в парной работе, взаимодействии. Люди думают, что кунг-фу в учи – это боевое искусство. Да, это и боевое искусство. Но это искусство изменить себя, бой с самим собой. Стать более совершенным, измениться, изменить свое сознание, понимание, наполниться любовью, радостью. И мы говорим, если ты наносишь ему удар, передай ему свою любовь. Как преподается, если он не боевое искусство, если это боевое искусство, скорее всего, что это не боевое искусство. Ну, разозлить, ударь ему, чтоб он упал, чтоб вот… Это не искусство. Искусство – это скрипка, это танцы, это кунг-фу. Если мы говорим слово «искусство», мы подразумеваем, что это что-то такое, что нас наполняет. И мы после этого вдохновлены, счастливы. А чаще всего после боя, посмотрите на линдочек, устал же, весь побеги, красота такая. Он наполнил любовью, да? Ну, какое он любовью наполнил? Какое это искусство? Это спорт, называть своими именами. Понимаете, то есть вот понятия правильно поставить, тогда человек начинает осознавать. Единственное, что вот должны понимать люди, это я так считаю из своего опыта, что все, что мы называем карате, тэквондо, йога, бальные танцы, скрипка – это все понятия образные для того, чтобы человек как-то в голове, на уровне ума разделял. Ага, вот это карате, ага, вот это йога, когда он сидит, на самом деле это название для того, чтобы человек каким-то образом, какую-то картинку на уровне ума. Все, что делают люди, это называется техникой его тела. То, что делаю я, это техника моего тела, другой так не будет делать, сделает движение по-другому. Поэтому понятия, которые мы называем, которые в поисковике ищут, йога, вучи, это такие образные понятия. Внешнее название. У вас вот хорошее, вы придумали, не знаю, как это, кто-то там гениально догадался, зерно, мне очень нравится. Единственное зерно, да. Вот именно зерно посадить, чтобы выросло вот это дерево. Когда созревает плод, плод, и он падает на землю, и вот это касание с землей, это состояние вучей. Потом, то зерно, которое внутри, это плода, косточка, начинает порастать и создавать новое дерево. И создается новый плод. И потом все заново, и опять новое. Вот это вот движение, рождение, это и состояние вучей, это и состояние ввей. То есть, именно падение на землю, а земля, это душа, небо, это дух падает на землю, и из него рождается дерево, тело, человек. Это и есть любовь. И вот это чудо, которое происходит, когда мама рождает кого-то чудо, это и есть зерно. Поэтому название очень правильной грамотой. Хотела бы еще такой вопрос задать. Если представить, что будет создательное общество, общество, в котором мы все хотели жить, да? То есть, что люди знают, что такое любовь, что люди живут, то есть, да? Как бы вы описали такое общество? И хотелось ли вам в таком обществе жить? Ну, конечно, я хотел бы в таком обществе жить. Как бы я описал это общество? Когда вот путешествуешь по другим странам, ты видишь разных людей. В разных странах люди по-разному даже улыбаются. Люди на сегодня находятся в состоянии, я бы сказал, сна. Они заснули и не понимают, что дальше делать. И я очень верю, что они проснутся. Но наблюдая за тем, что я вижу, когда я иду по улице, я понимаю, что это очень сложно сделать. К сожалению. И они в поле не вовремя. И говори, не говори, все равно ничего не изменится. Они не хотят ничего менять. То есть, вот у них есть программа жизни. Ему ее с рождения дали. Типа там работа, дом, бутылка пива, секс. И он думает, что это и есть жизнь. Это не жизнь. Это какое-то существование. Деградация. И для того, чтобы человечество перешло к пониманию и жизни в концепции любви, ему нужно развернуть свою голову на 360 градусов. Я даже не знаю, что это может быть. Я вот пытаюсь найти слова, что же это такое и как это сделать, и я не нахожу ответа. Я об этом думаю очень часто в медитации. Возможно, должен быть какой-то пример. Типа как Иисус, какая-то мессия, который сказал и показал, что есть чудо. Что любовь есть чудо. И тогда, возможно, люди поверят. Люди не верят. До тех пор, пока они не верят, что в них есть сила божественная, что они творцы, ничего не получится. Они думают, что они просто роботы, люди, которые проснулись, заснули, и это и есть жизнь. Раньше я верю, что люди жили в Хве. Это было очень гармоничное общество. И есть древние рукописи, есть сказки народные, в которых это все описано. И обратите внимание, что там даже, например, люди ходили с рукавами, которые были до колена, для того, чтобы ничего не делать руками. Ему достаточно было об этом подумать, и все происходило само собой. когда они на уровне мысли строили пирамиды. То есть, человек был совершенно другой. У него не было механизмов, у него не было сотов телефонов. Если мне нужно было поговорить с вами, а вы находились на другой конце света, я просто подумал, и мы с вами поговорили. Это совершенно другой мир. Это совершенно другое состояние, в котором люди могут находиться, но они заснули. И вот если их разбудить, а как мы людей будем? Вот спит ребёнок. Вставая, вставая, он спит. Тело. Я просто не знаю. Ну да тело разбудить, стряхнуть. Возвращаемся к тому же самому. Не говорить, а что-то сделать телом. Внутри нас столько секретов. Я сказал про лёгкие, которые являются очень большим секретом, которые могут делать чудо, поднимать камни. Только используя мысль и любовь, это сила. Человек-то ничего понять об этом вообще не имеет. Он даже представления не имеет, что такое может быть. И может сказать мне, что вы, наверное, ненормальный мастер. Я бы очень хотел, чтобы люди жили в любви. Это такое счастливое общество, в котором нет денег, нет сотовых телефонов, нет машин, нет бензина, нет телевидения. И все счастливы. Трудно описать. Вот сознание человеку сегодня объяснить, что можно жить без этого всего. У него даже голова не срабатывает. Ну как это я без сотого телефона буду жить? А как я другу позвоню? Да поговори с ним вот отсюда. А как? Знаний нет. Человека поставить в ситуацию, в которой ему не дают знания об этом. И это и есть на самом деле. И люди это понимают, что они не понимают, кто они. Они не понимают, откуда они взялись. Вообще человек не может объяснить, откуда я взялся. Кто я? Почему я не такой, как собака, лошадь? А самое интересное, возможно, это тоже как-то изменит у многих сознание. Если здесь сравнительную линию и уровень интеллекта и осознанности человека и животных по шкале 100 баллов, то человек находится где-то на уровне 3-5 баллов. Кошка на уровне 11 баллов. Журавль на уровне 20 баллов. Самое, так сказать, интересное животное, это медведь. У него где-то 50 баллов. Его астральное тело подобно земному шарму. И он определенное количество времени, все знают, находится в медитации. Не представляете? То есть нам до медведя, ой, как далеко. Понимаете? Как мы деградировали. А мы думаем, что это вот животное, извините, глупое или тупое. А он смотрит на нас, говорит, ой, какие эти люди тупые, думают, медведи. И сидит там в своей биологии в медитации, пытается помочь нам. Понимаете, что происходит? Ну, как вот это можно все описать? Вы сказали, что пример, возможно, нужен, да? Я по этому примеру привожу, так легче понять человека. Я понимаю, что вы говорили, что пример, наверное, таких людей, такого человека, который живет именно любовью, и он сам уже такой, да? То есть такой, если говорить именно о примерах, и примерах именно в наше время, в нашем обществе, да? Если говорить о тех действиях, которые делают участники нашего движения, да, и то, что мы стараемся понимать вот такие темы, говорить об этой теме. Мы начинаем говорить об этом с людьми, да? Начинаем предпринимать какие-то действия для того, чтобы все-таки люди просыпались, как вы говорите, да? То, на самом деле, люди видят эти примеры, и они до сих пор, вот сейчас есть такое, ну, часто вот даже знакомые не рассказывают, они не понимают, как это, мы что-то делаем бескорыстно, не для заработка, не для, там, каких-то других вещей, да? И мы это делаем, потому что чувствуем внутри эту потребность, чтобы и люди тоже это, как говорится, да, чтобы они тоже проснулись, чтобы они увидели, что это вообще возможно, и можно быть счастливым, и можно делать что-то бескорыстное, можно делать что-то для людей, и люди от этого тоже собираются. Есть очень много, на самом деле, примеров, вот, и с проведенными мероприятиями, и люди в шоке немножко от того, что, а так бывает? Серьезно? Он реально такие опаски, вот это задает, да, действительно, вот. Вот, и в этом ключе, вот, мне кажется, что то, что вы говорите про примеры, да, возможно, невозможно, я так тоже считаю, что каждый человек может быть примером, там, для других людей, у каждого есть свой круг общения, свой круг людей, с которыми сталкиваться, да, и если таких светочек будет очень много по всему миру, потихонечку люди будут видеть это, и, знаете, как бы, ну, как это, хороший пример заразительный, дурной пример, ну, примеры такие заразительные, потому что люди вспомнят подражать, и они, когда видят это, то они стараются этому, там, подражать, и видят, что люди в счастье, как это в счастье, подождите, я тоже так хочу. Научите меня. Да, да, научите меня. И вот в этой связи, на самом деле, тоже хотели задать вам этот вопрос, что насколько вот это важно, вот быть такими людьми, да, показывать пример в сегодняшнем обществе, да, и вот наши такие инициативы, конференции, как вы к этому относитесь? Я с вами полностью согласен. Нужно таких людей выстречивать, показывать, и чтобы люди видели, что есть другие люди, которые уже достигли вот этого состояния на полной судьбовью, и могут это демонстрировать, показывать своими примерами, чтобы остальные видели. Человек так устроен, ему нужно видеть. Он сейчас от ума, ему нужно увидеть. Ко мне мужчинники приходят, и часто говорят, а там, типа, по стенам походить можете? Ему надо увидеть. То есть человек хочет какой-то пример, а по воде пройти. То есть он хочет увидеть вот это чудо, чтобы поверить. Но на самом деле, мастера не демонстрируют чудо, настоящие мастера. Потому что это шоу, а они не шоу, они мастера. То есть, по-настоящему, если человек дошел до этого уровня, он может показать вам, как это сделать, объяснить, и чтобы чудо произошло внутри вас. И вы почувствовали отсюда, а не увидели отсюда. Это все ложь. Поэтому ходить по воде или там по стенам, это все шоу, это фокусы, можно сделать, но это не есть настоящее. И, конечно, нужно показывать это все. Обязательно мастера должны демонстрировать. Но я скажу из-за своего опыта, что мастера делятся на видимых и невидимых. Я очень много знаю мастеров, которые невидимы в мире, но очень высокого уровня. Они как бы скрыты и не высвечиваются, но силы их не чувствуешь. Это их не такая заданность. То есть, должно быть что-то видимое и невидимое. Это как быть или не быть, иметь, не иметь. Состояние пучи – это состояние иметь, не иметь. Вот я имею тело, но я имею тень. Тень – это я или не я? Понимаете? Это невидимое. Это видимое. Но это тоже я. Иметь или не иметь. И здесь очень важный момент. Как, к примеру, с Иисусом богатый человек подошел. Мастер, я хочу за вами идти. Раздай свое имущество бедным. Не иметь. Он – иметь имущество. Потом мастер говорит – не иметь. Но мастер не договорил, что после этого опять будет иметь. Иметь, не иметь. И потом опять иметь, но уже другого качества. И вот это нужно демонстрировать, показывать. И тогда люди начнут меняться. Надо договаривать. Многие мастера не договаривают. Для того, чтобы человек начал меняться. Я бы сказал, что в современном мире мастеру нужно договаривать. Я тоже, когда обучался у мастеров, они не договаривали. И у меня, например, учитель говорит – ну, завтра я тебе покажу вот этот ключ, который раскроет понимание всего, что происходит здесь. Мы спать завтра, послезавтра. Прошло пять лет. Я жду. Через пятнадцать лет я приезжаю к нему в Вьетнам. Я тебе вчера хотел показать ключ. Пятнадцать лет прошло. Да, мастер? Я слушаю вас. Наконец-то я стал осознанным, и он понял, что мне можно это сказать. Некоторые вещи бесполезны говорить до тех пор, пока ты не будешь открыт, пока ты не будешь слышать. Я много вещей сейчас сказал, но половина была непонятна, потому что многие не слышат. Но через время они поймут, что я имел в виду. Поэтому мастера должны говорить, и надо вам показывать их. И если вы встали на этот путь, не уходите с него, потому что кто-то должен этим заниматься. Мастера не будут этим заниматься. Они не будут создавать конференции, камеры. Ихняя задача транслировать. Вот сидит он в состоянии, и он транслирует. И это состояние нужно именно взять, понять, что же он хотел этим сказать. И тогда начнет меняться сознание. Внутри нас есть сила. И эта сила раскрывается, используя ключ. Ключом является любовь. Но сила находится внутри души и внутри духа. И многие эти понятия не могут разделить. Дух дан нам у Творца, а душа дана нам от Рода. Есть сила Рода, есть сила Творца. И эти две силы мы должны внутри себя соединить. И тогда будет настоящее. Когда человек начинает светиться. Вот многие там читали, или видели, или слышали, когда просветленные люди, монахи светятся. В келью зашел, а там свет включился. А в то время света электричества не было. Он светится. То есть, это все реально. Но я наблюдаю за время своего обучения. Я тоже в пути. Я считаю, что я еще не мастер. Я еще учусь. Но мы всю жизнь должны быть в состоянии мастер и ученик. И я наблюдал, что мастера, которые меня обучали, они недоговаривали, недовысказывали, недопоказывали для того, чтобы ты начал об этом задумываться. Для того, чтобы стал меняться не только благодаря тому, что услышал, а благодаря тому, чтобы ты предпринял действие. Действие, которое позволит тебя открыть. И у нас, я уже это озвучил, действие заключается в действиях телу, не умом. Это очень важно. А телом. Вдыхнул, выдыхнул. состояние, в которое мы входим, для того, чтобы найти внутри себя дух и душу и соединить, используя тело, это и есть лучи. И это такой простой секрет, который может изменить всех во всем мире. Надо просто это показать. Ничего сложного нету. Это не сальто через голову, это не хождение по потолкам. Надо просто заняться собой. Ленивые. Приходят студенты, все нравится, все супер, все хорошо, но не меняется так, как я бы хотел, потому что они не занимаются собой. Приходят два раза в неделю, а дома. На занятиях только можно отдать информацию и обучить упражнению, а заниматься самостоятельно лениво времени не хватает. Это значит любви не хватает. То есть эти все вещи не завязаны, все связаны. Мы каждый день кушаем, каждый день спим, каждый день входим в одно место, но каждый день мы не занимаемся дыхательной гимнастикой, суставной гимнастикой, медитацией. Когда мы умрем, то с нами останется только медитация. Медитация это ключ к сознанию. Что такое медитация? Это дыхание плюс сознание. Человек не знает как дышать, оно не заблокировано, он не понимает, что такое сознание, поэтому не понимает, что такое медитация. Но после смерти с нами остается только медитация, тогда вы в следующий раз будете помнить все. Представляете, вы помните все свои 50 жизней. Какой опыт внутри вас вы можете сейчас вспомнить, используя просто несколько движений, но надо знание об этом. это я к тому говорю, что нужно показывать людям, нужно спасать людей, нужно дать им возможность, пусть из миллиона человек 10 человек начнут это делать, хоть пусть будет так, надо показывать, поэтому вы делаете чудо, вы находите людей, которые что-то понимают, знают, мы говорим это мастера, и они показывают студентам, ученикам, как это достигнуть, своим опытом, техникой моего тела, которые уже что-то поняли, что-то осознало, что-то может показать, и таким образом и другие тоже могут достигнуть этого уровня, надо помогать. Если бы, это совершенно серьезно, мы не стараемся делать из этого бизнес, мы не хотим зарабатывать на это миллионы долларов, зачем? Потому что лучи это пустота, я деньги с собой не понесу, я бы делал это безвозмездно и бесплатно, если бы кто-то кормил, одевал мою семью, или это было бы счастье, где-то было жить, и так скажет любой мастер, мастера настоящие, они не миллионеры, они стараются стать очень богатыми, основная их задача отдавать, если знание, которое внутри меня я не отдарю, оно разрушает, это громадная сила внутри тела, громадная сила, надо отдавать, иначе она разрушит тебя, это секрет, который мастера должны понимать, если я что-то получил, если я держу, никому не дам, это мой секрет, человек помнит, у него будут проблемы со здоровьем, это все к тому, что отвечаю, надо транслировать, надо отдавать, чем больше людей мы будем показывать, как это делать, я сейчас озвучил, что я могу это показать, тем лучше будет для всего мира, потому что люди будут наполняться любовью и меняться, это будет цепная реакция, любовь это как огонь, сердце символизирует огонь, сердце символизирует журавля, журавль летает, перелетает из страны в страну, он может перемещаться по воздуху, это не как тигр, змея, леопард, которые бегают по земле, это то, что совершенно другое, то есть, например, вы не можете себя взять и полететь, но если вы наполнены любовью, вы можете летать, посмотрите китайские фены, между деревьями прыгают, это символично, но они наполнены любовью, они летают, и вот сердце, любовь, огонь, журавль, это не просто так, например, вылили лесу ночью, что делать? Надо зажечь огонь, чтобы погреться, но если огонь распространяется, то получается пожар, и захватывая деревья, следующее, следующее, он быстро распространяется, это не как вода, она не может распространяться, как огонь, это не как земля, пять элементов, земля, огонь, вода, металл, дерево, металл не так распространяется, как огонь, огонь быстренький, и у человека возникает страх, почему человек не может наполниться любовью, у него есть страх, он боится, что он сгорит в огне, ум так выстраивает, что ай, это огонь, это страшно, любовь это что-то такое, что не надо трогать, не зажигай огонь ночью, а вдруг будет пожар, и весь лес и ты тоже сгоришь, и как это работает, на самом деле нужно зажечь огонь внутри себя, и светиться, и для этого есть упражнения для тела, то есть все понимают, я начинаю с того, что повторяюсь, что надо наполниться любовью, а как, давайте об этом поговорим, я наполнюсь, нет, давайте поцелуемся, я наполнюсь, нет, упражнения, которые открывает наше тело, любовь внутри нас, на клеточном уровне, мы можем видеть пальцами, ногой, сердцем, почками, печенью, каждый орган внутри нас имеет свою душу, в кунг-фу как преподается техника пяти животных, тигр, змея, журавль, леопард, дракон, это почки, печень, желудок, селезенка легкие, то есть доосы сразу ассоциативно провели, типа сердце это журавль, но у журавля есть душа, значит у сердца есть душа, печень это леопард, значит у него тоже душа есть леопарда, это тигр, душа тигра, то есть внутренние органы имеют свою душу, значит они имеют свой ум, они могут думать, но человек даже никогда призывал, что внутри меня еще есть несколько умов, с которыми я могу глупо говорить доктор скажет шизофрения нет это знание для того, чтобы почки, печень, желудок, сердце работали хорошо надо подарить им любовь и тогда они будут работать правильно то есть нужно им просто даже улыбаться когда человек любит улыбаться Сидоров Петров как на нотенью улыбаетесь внутренним органом и они наполнятся любовью их душа проснется и будут работать правильно и тогда проблемы уйдут почему люди болеют потому что они не понимают что внутри нас есть еще много я основной вопрос даосских практик кто я кто я и многие люди не могут ответить на вопрос кто я я есть творец я могу творить все все что хочу могу нарисовать картину могу пырить с почками могу пахать по воде но зачем мне то каждый понимает что он учитель он художник он поэт и он занимается этим и туда посылает свою любовь тогда это гениальное идеальное произведение человек должен понимать кто я и делать свои действия так чтобы все любовались этим и остальные открывались наполнялись любовью какая картина как он я нарисовал вот так должно быть тогда общество будет меняться а у нас телевизор ключи бум бам бум там убили там ударили там что-то произошло военные действия я уже не помню это ужас какой-то его смотреть невозможно что там смотреть лучше в сказке показывали что бы вы могли пожелать всем людям всем слушателям всем вообще всем людям на земле ну я думаю это то же самое что я уже говорил я желаю всем чтобы они наполнились счастью радостью любовью здоровьем чтобы их преследовала удача чтобы они все испытали состояние в лучи это состояние без границ это вы как вселенная войдя в это состояние испытав его вы из него уже не захотите выходить если бы все люди находились в этом состоянии мир бы был другой я желаю чтобы мир изменился чтобы он стал наполнен любовью слово лучи это образное слово я его использую для того чтобы как-то сакцентировать внимание на самом деле невозможно это состояние сказать одним словом но каждый человек понимает что это понимает где-то там на уровне глубины где-то там на уровне сердца и вот то что он понимает и что он осознает что это есть но он его еще не достиг я желаю чтобы он его достиг чтобы мы жили столько сколько хотим чтобы мы могли жить 100 лет 200 лет если это надо если это надо для кого-то мир на самом деле меняется очень сильно но очень быстро и я знаю что если кто-то не поменяется сейчас то его больше не будет сейчас такое время что по-другому никак все и поменялось если мы будем жить так как мы жили то земля погибнет столько оружия столько ненависти столько злости это невыносимо что-то произойдет поэтому давайте спасем мир потому что мы живем на этой планете и я повторю что я считаю что мир спасет любовь любовь это состояние ангела это понятно всем слова понятны и для того чтобы войти в это состояние я даже готов это показывать демонстрировать и объяснять как в это состояние войти спасибо 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 большое Продолжение следует...